Всем привет, друзья! Привет из Бакши-Сарая! Моё путешествие продолжается. Я из Феодосии, приехала в Бакши-Сарай. Я нахожусь в старом городе и за моей спиной находится знаменитый дворец Ханский. Сейчас мы собираемся идти на экскурсию. Покажу вам внешний вид. Это единственный дворец, который в Крыму сохранился в натуральном виде, скажем так. Через пять минут у нас будет экскурсия. Ну а пока посмотрим, что тут. Десять лет назад мы с семьей приезжали, отдыхали здесь и гуляли по этому дворцу. Какая-то часть дворца сейчас на реставрации. Нам обязательно покажут все, что открыто. Наша экскурсия начинается. А это гарем. Территория была несколько гектар земли всего этого дворца, но осталось всего четыре гектара. Посмотрите, какие высоченные стены плюшем обвиты. А вот это башня, которая реставрируется рядышком. Сохранилась здесь три комнаты, одна беседка. И на террасе привлекают внимание вот резные ажурные решетки. Называются они кафесы. Кафесами прикрывали балконы, которые выходили на улицу. Девушка выйдет на заешочный балкон и сам могла не закрывать. Понятно, да, это значение? Это не шкафчики, это балконные решетки. Но сразу скажу, в дворе кофесы не использовались никогда. В любом дворе никакой не возьмите балкона, входящего на улицу, быть можно. Здесь кафесы покарного зернах, это интересный музейный экспонат. Комнатский демократский век. Собраны они из единого гвоздя, адресина, грецкого ореха. Кроме того, подобные решетки просохли в наших современных жалюзей. В условиях жаркого климата дают день прохладу. И вот именно с этой целью вы увидите решетки на воздухе, что в сегодняшний свет от солнца. В основном, в самой комнате воссознанных богатого дома Крымско-капитарской семьи 18-го и 19-го веков. И в каждом устроенном доме какой-то разный остался вопрос без ответа. Вот еще одна комната. Терраска сделана без одного гвоздя. Экскурсовод сказал. И ошиблась. Вот башня, куда поднимались все женщины. И смотрели, как живет и чем живет город. А вот мы обошли этот гарем. Сейчас люди чуть-чуть разойдутся, я там поснимаю. А здесь просто идет реставрация корпуса. Я, кстати, про эту башню читала. Чуть попозже потом расскажу. ПОДПИСЫВАЮТСЯ